Доброе утро. Направленный ваш. Скажите, пожалуйста, Айтек Хасанович, что обычно участковые делают в этот день и как они проводят этот праздничный для них день? Данный день начинается, как обычно, с планерки. Поздравляем, кто хорошо сработал, отличился от грамоты, благодарности родителям. И в дальнейшем это получается обычный рабочий день, потому что участковый должен находиться на своем участке. Праздник, не праздник не имеет значения, ты должен выполнять свой долг. Скажите, а из чего обычно состоит день участкового? Потому что, как мне кажется, это такая работа на передовой, потому что ты все время первым реагируешь на какие-то вещи у тебя на районе. Участковый – это самый из полиции, близкий к народу, который непосредственно должен находиться, общаться с ними. Первый, кого идут граждане, это участковые. Поэтому участковые должны знать на лицо, должны знать контактные данные участкового. Вот данные, контактные данные есть на участковых пунктах полиции. Мы отслеживаем эти моменты, это в многоэтажках, в домах, на подъездах, а также на сайте МВД. Есть сайт, туда может зайти любой гражданин, забить адрес, и компьютер выдает, какой участковый обслуживает. Там есть телефон, адрес участкового пункта в полиции. То есть вы максимально делаете связь участковый и граждане, максимально простой и несложный для граждан. По каким вопросам вообще обращаются к участковым? По каким вопросам можно обращаться к участковым? Потому что есть такое ощущение, что если что-то произошло, ты звонишь 02, а к участковому по каким вопросам? К участковому обращаются по любым вопросам. То есть любая ситуация может быть? Начиная там скандал, кто-то не так посмотрел. Даже так? Даже такое, да. Как бы это все проходит через участкового. А дальше он в ходе рассмотрения обращений, он определяет, это уже направляется по подсудности в суд, составляется протокол или передается в орган дознания или следствие. Айтек Александрович, вот насколько я знаю, участковые должны делать обходы на своих участках. Как часто это происходит? Общаются ли они у нас в Черкесске, в частности, с гражданами? И как вообще эта работа проводится? Рабочий день участкового, по рекламе по приказу нашему, начинается с обхода участка. Первое, что он делает, это обход участка. Обход участка, как бы общение с населением, выслушать какие проблемные вопросы. И как бы при проведении обхода у нас есть контингент лиц, которые состоят у нас на учетах на различных. Как бы общение с ними, проведение профилактических бесед, как бы недообщение нарушения общественного порядка. И общение уже с гражданами непосредственно напрямую. И в дальнейшем уже как бы дальше рабочий день, остальные проблемы, остальные как бы рассмотрения каких-то обращений в дальнейшем. А вообще, насколько граждане охотно идут на контакт? Потому что есть такое ощущение, что вот бабушки, наверное, прям за милую душу пообщаются с участковым. А если говорить о более молодом поколении, активном, работающем, насколько сейчас активно граждане общаются с участковыми? Ну, общение есть, но не на том уровне, который хотелось бы. Все равно сейчас население как бы пытается оградить себя лишний раз, не сталкиваться с располаганностью. Ну, на самом деле, мне кажется, это очень плохо, потому что, если ты знаешь в лицо своего участкового, это как минимум, ты чувствуешь свою защиту, что ты вдруг, если что-то, позвонишь ему. И вы уже лично знакомы. Это само собой, потому что, как бы, вот, как заметили, мы пытаемся сделать эту связь как бы наиболее, как можно проще, чтобы население в любом, ну, как бы, могут прийти на участковый пункт, могут позвонить на служебный телефон. И, как бы, реакции реагируют, как бы мы это отслеживаем. А участковый, вот, как это правильно, я не могу сейчас неправильно сказать, районный отдел милиции, да? Или как? Участковый пункт полиции. Участковый пункт полиции, да, все неправильно сказал. Там всегда кто-то есть. Конечно. То есть, там не один участковый, есть какие-то еще другие сотрудники? Нет, есть часы приема, вот это с 17 до 19 часов ежедневно. То есть, любой гражданин может прийти и обратиться, как бы, со своим вопросом. То есть, заканчивается рабочий день у сотрудника полиции как раз приема? Да, с 17 часов до 19 прием ежедневно. Понятно. Ну, и такой вопрос у меня, а насколько вообще охотно сейчас молодежь идет в участковый, и насколько это, как сказать, востребовано среди молодежи, среди молодых сотрудников полиции? И это именно направление в полицейской деятельности? У нас в республике идут охотно сотрудники. Я вот недавно был, ездил до Мадедова в повышение квалификации, вот институт всероссийский. И там были руководители с различных регионов. Вот там есть проблема. Вот туда, а там не идут. Да, вот я про Москву тоже слышал. У меня отец работал как раз-таки в участковом отделении, в пункте участковом. И вот он говорил, что с сотрудниками там у них, конечно, не все так хорошо, как здесь. Слушайте, ну это хорошо. Как минимум, это говорит о том, что люди, которые приходят, они замотивированы на работу. Им хочется работать. Айдар Хасанович, спасибо большое, что пришли сегодня. У нас есть такая традиция гостей, которые к нам приходят. Желаю доброго утра нашим телезрителям. Я прошу присоединиться и пожелать чего-нибудь всем тем, кто вас смотрит. Доброе утро. Хочу всем пожелать хорошего настроения, удачного дня. Спасибо большое. И еще раз с прошедшим вас праздником. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, мы продолжаем наше доброе утро.